Восемь вечера, время подробностей. Расскажем самые главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Восемь вечера, время подробности. Жирок, любовница Януковича. В Киеве нашли новые хоромы-полежай. Краматорск. Город, где расположен штаб АТО, пережил мощный обстрел. Террористы накрыли его смерчами. Количество погибших и раненых все увеличивается. Самая последняя данная ситуация на этот момент узнаем у Ирины Баглай, моя коллега на связи со студией. И раздравствуй. О каком количестве погибших и раненых сейчас известно? И что сейчас происходит в городе? Леш, ну сейчас в городе, слава богу, спокойно. Главная и последняя информация. От обстрела боевиками в Краматорске 11 людей погибли и 63 ранены. Это и мирные жители, и военные. И как ни парадоксально, но нас от обстрела в самом, что ни на есть тылу, уберегла передовая, которая в 100 километрах от города. В это время мы находились под Донецким аэропортом. Детали узнавали уже от военных в штабе и местных. В пол первого боевики выпустили из системы залпового огня «Смерч». Четыре снаряда, два из них не разорвались. Ударили по аэродрому, где расположен антитеррористический центр. По инсайдерской информации, от военных мы узнали, сгорел вертолет. Трое военных, по последней информации, погибли и 15 ранены. Вот что, слева, слева встанок от кассетной бомбы. Он находился недалеко от места разрыва. Буквально через минут 10-20, как рассказали нам местные жители, ракеты разорвались уже в центре города. Погибли 8 мирных жителей. Более 50 раненые, из них 5-ро это дети. И число раненых, как ты сказал, увеличивается. Люди не сразу обращаются за помощью к врачам. И вот что нам рассказали очевидцы. Мы проходили с подругой по социалистическому, и в этот момент ударила в дом, который почти возле нас был. И был ужасный свист, и полетели осколки. Но мы не растерялись, побежали обратно к машине. А перед решать вот там наверху, пускай решают, а не чтобы мирные люди страдали. Так трудно разговаривать, у меня челюсть сломана. Ну, я вам скажу. Были на рынке. Как начался стрелями на вот это. Гогот, грохот весь. Стали бежать. И упала. По официальной информации штаба АТО, удар боевики нанесли со стороны оккупированной Горловки. Всего запустили 32 ракеты. А тут даже уже вечером били по мирной попасной. За попередними выясненнями экспертов, злочинцы использовали кассетные снаряды с суббоеприпасами подвищенной дальности торнадо. Такого виду боеприпасов нет на Озбройных Силах Украины. Позже в штабе АТО уточнили, что обстреляли город ракетами СМЕРЧ. Дальность полета более 100 километров. Эту информацию подтвердили военные, действующие, бывшие, которые видели и снаряды, и оценили масштабы разрушений. А территорию покажите. Территория, когда шла, и сразу видно. Той стороне-то получается у нас юго-восток. Вот теперь по карте посчитаем. Юго-восток, это территория откуда идет? Со стороны, сопредельной стороны, со стороны противника. Правильно ведь? Видите, что само ездили от подъезда буквально 12 метров. Если бы это попало в крышу, если бы была боевая, то степень разрушения была. Вот это, в этой части, думаю, точно бы не было. По Краматорску ввели боевики огонь умышленно. Подтверждение тому еще 15 неразорвавшихся ракет. Вокруг них сразу собрались люди, фотографировали, и правоохранители им не препятствовали. Так как эти ракеты не представляют угрозы. В них, скорее всего, не было взрывателей, как сообщили после осмотра саперы. Зачем были выпущены такие ракеты? Военные эксперты, с которыми мы пообщались, объяснили. Таким образом, боевики теперь смогут составить карту-схему перелетов и недолетов. И обойтись без корректировщика. И, как мне удалось узнать, корректировщик этого обстрела находился в самом городе. Сейчас СБУ проводит операцию по его выявлению. Определить их точное местоположение и откорректировать возможный следующий обстрел именно по этим неразорвавшимся ракетам. Поэтому всем фотографировавшим следует воздержаться от публикаций в соцсетях и интернете для собственной безопасности. Какова же цель этого обстрела? Такую тактику, говорят военные, боевики используют для деморализации населения и устрашения. Они уже заявили, что планируют снова открыть огонь по городу. Тем не менее, город не впал в панику. Люди ходят по улицам, магазины работают, работает и транспорт. И мы остаемся здесь и будем следить за ситуацией. Леша. Ирочка, спасибо тебе за работу. Это была моя коллега Ирина Баглай с последними новостями из Краматорска, города, который сегодня пережил очень мощный обстрел. О трагедии в Краматорске сегодня говорил Петр Порошенко с парламентской трибуны, а потом на встрече с главой испанского МИДа. Вот что сказал президент. Краматорск находится в 45 километрах от линии фронта. У нас там нет военных соединений. Это глубокий тыл, мирная зона. Это атака, дело рук российских военных и их оружия, ракетных систем, которые называются смерч или торнадо. Атака на территорию, где живут мирные люди, это ужасная варварская война за так называемую независимость отдельных украинских регионов. Возможно, эти несколько дней будут самыми важными, если не во всей истории Европы, то в истории 21 века. Басманный суд Москвы решал судьбу Надежды Савченко, которую удерживают в российских застенках уже полгода. Накануне посольство нашей страны заявило, что предоставит жилье в Москве украинской лётчице, чтобы Надежду хотя бы выпустили под домашний арест. Что решили судьи? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Здание Басманова суда Надежду Савченко доставили прямо из СИЗО. Под стражей украинская лётчица почти полгода. Меру пресечения сегодня и хотят опять продлить. Я хочу подякувать всем людям, украинцам, украинцам в свете, и в принципе всем людям, в принципе, украинцам в свете, каким она писала. Я отримала очень много писаний. Я знаю, что вы переживали немощи. На жаль, до меня не все доходит, и я не могу все почувствовать. Знак протеста против незаконного ареста. Надежда почти 60 дней голодает. За это время, по словам адвокатов, она потеряла около 15 килограммов. Но не унывает, даже когда слышит вполне ожидаемое постановление председательствующего судей. Впрочем, по словам адвокатов, рассматривать это дело судья Артур Карпов права не имел. Он в санкционном списке Магнистского, который, в частности, утвердила ПАСЭ. Надежда – действующий член Европейского парламента. Получается конфликт интересов. Но, как оказалось, для басмана Эфемида это не имеет значения. Мама Надежды, не выдержав происходящего, покинула зал судебных заседаний в Сильзах. Я бы хотела, чтобы суд решил, чтобы ей выпустили, но у меня мало надеи на эту ладу. Тут законы же не работают, так как они должны не работают. Была ее мать, была ее сестра, которые лично разговаривали с ней и лично просили прекратить голодовку. Но если мать не может прекратить голодовку, ну кто еще может? Поддержать Надежду прибыли представители Батькивщины, родственники и неравнодушные москвичи. Последние с собой даже принесли цветы – желтого и синего цвета. Ощущение – трудное слово подобрать. Стыдно, очень стыдно. Другие слова будут лишние. Кстати, теперь Савченко обвиняет сразу по двум статьям. Накануне против нее возбудили еще одно уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. Из басманного суда в СИЗО Надежда Савченко ехать отказалась с тем конвоем, который ее сюда, собственно, и привез. По ее словам, эти люди ей угрожали, издевались над ее украинским языком, а также оскорбили во время судебного заседания ее родную мать. Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал «Интер». Новый генеральный прокурор в парламенте сегодня уволили Виталия Ярему и назначили нового руководителя ГПУ Виктора Шокина. Чего от него ждут депутаты, что он обещает и чем еще сегодня жил парламент. Подробнее Екатерина Лысенко. С самого утра главный вопрос, который обсуждают в Раде новый генеральный прокурор. В отличие от фракционных депутатов, с нефракционными депутатами господин Шокин не общался, ни с кем, никому не представлялся, поэтому что он планирует делать, я узнаю в сессионной зале уже. Шокин, например, очень схожий на Вшонку, но будем сподеваться, что его результаты будут противоположными. В это время Шокин в Раде с закрытыми дверями разговаривает с представителями фракций. В Народном фронте до последнего не знали, как голосовать. Суперечка – это нормально. Но назначение генпрокурора не первый вопрос повестки дня. За что голосовать, оппозиция решила показать наглядно. Здесь написано, что гривна уже 25 для тех, кто не хочет заниматься экономикой в стране. И если они не могут этим заниматься, пусть занимаются политикой, экономику отдадут другим. Но в сессионном зале другие споры. Например, правительственный законопроект. Он вроде как позволяет получить государству контроль над акционерными обществами, в том числе и над Укрнафтой. Пропонуется изменить вимогу докворуму загальных сборов акционерного товариства с поточного правила не меньше 60% голосующих акций на правило больше 50% голосующих акций. Мы закликаемо всех наших партнеров по коалиции показать виданность и идеи повернения контроля державы над акционерными товариствами. Но споры не об этом. Тут же в этом документе другие нормы. Другая норма как и неприятная. Там повертается вопрос про рейдерство юрисдикцию районных судов. Сейчас они расследуются только государственными судами в центральной юрисдикции. Это невозможно, потому что купить районный суд не проведя реформу ни один инвестор не зайдет в Украину. Что в итоге получится? Районный суд города Калыша, например, примет решение запретить выплачивать дивиденды у КНАФКО или, например, другого прийти. Или наоборот совершенно правильно. И в итоге получится, что это решение районного суда будет лежать в столе у кого-нибудь. Вы о нем знать ничего не будете. Но в нужный момент оно вылезет. В таком виде законопроект проваливают. Зато следующий принимают на ура и ликвидируют комиссию по вопросам морали. Это наиболее одиозная государственная структура, которая за 10 лет своего существования запоминалася лишь скандальными решениями. Пробами заборонить мультфильмы про Симпсонов, песни Скрябина. Как общественная институция, такая комиссия может существовать. Например, она может существовать при Министерстве информационной политики, при Радио, решет и решет при Минкультуре. Но как общество, где люди сидят, имеют кабинеты, получают деньги, я считаю, что это неправильно. К обеду к депутатам приехал президент. Вопрос один. Генпрокурор. Сначала парламент отправляет в отставку Ярему, а после Порошенко говорит о новом претенденте Викторе Шокине. Я мав с претендентом не одну долгую разговариваю. Безумовно, покарание винных за убийство на Майдане остается, Виктор Миколаевич, главным завданием Генеральной прокуратуры Украины. Одним из претендентных направлений своей работы на самом начале я видел закинчение и направление до суду всех коммунальных проведений с чудо злочинью членных подчас революции гидности, а также с чудо высокопосадовцев причетных к дозлочинной деятельности режима Януковича. В Генпрокуратуре Шокин с конца 90-х к его заслугам приписывают сохранение документов касающихся дела убийства Гангаза. Доти, пока пан Шокин працювал в Генеральной прокуратуре Украины, МВС, який я мав можливесть осуществлять в 2005-м році, діяла наступально проти злочинності. После того, как он звідти пішов, все пошло на полный пискун. Мы будем голосовать против, но не против Шокина. Мы будем голосовать против системы координат, которая сегодня не виправдовует надея. Когда сейчас начнется размин, мы даем голосы или не даем, и кулуарные договоренности, я думаю, что это будет самый лучший пример того, как пробуют решать наиболее вопрос сегодня. Я уверен, что фракция Народного фронта, как всегда, одноголосно поддерживает пропозицию президента Украины о призначении на посаду генерального прокурора страны пана Шокина. После дискуссии и вопросов ответов Шокина парламент поддержал. Суспільство но 318 голосов он собрал. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцер, Владимир Дедов, Василий Миновщиков, подробности телеканал Интер. Ну и пока в парламенте спорят по поводу Укрнафты. В самой компании сегодня созвали собрание членов наблюдательного совета. С какой целью и было ли само собрание? Вторая попытка в Раде закончилась ничем. Депутаты не проголосовали. Законопроект, который позволил бы нефтегазу Украины поставить свой менеджмент в управлении одной из крупнейших отечественных компаний Укрнафта. Из-за одного пункта, из-за которого разгорелся спор. Депутаты не позволили протащить народному фронту рейдерскую схему захвата через суды. Проголосовали всего 175 парламентариев при необходимых 226. Сейчас компанию через своих представителей в правлении контролирует группа Приват. Она владеет миноритарным пакетом акций. Напомню, ранее депутаты одна из статей как «Дьявол, скрывшийся в деталях», именно эту операцию с Укрнафтой не дает провести. Вместе с тем нефтегаз буквально сегодня был готов провести ротацию менеджмента. Интернет-издание Oil News опубликовало письмо членам НАП-совета с приглашением явиться сегодня на собрание и сменить правление Укрнафты. Однако никто из представителей по месту собрания нами замечен не был. В пресс-службе нефтегаза ничего вразумительного добиться не удалось. Вероятнее после проваленного законопроекта собрание проводить в общем-то было незачем. Никаких рычагов влияния нефтегаза на данный момент нет, поскольку устав Укрнефти утвержден в такой редакции, которая ограничивает нефтегаз в правах. Для этого нужно искать некий компромисс с миноритарным акционером и его представителями в наблюдательном совете. Хоть законопроект и не проголосован, это означает, что государство не сможет получить контроль над Укрнафтой лишь в этом году. Закон по этому вопросу принятый ранее и подписанный президентом вводит необходимую нефтегазу норму со следующего года. Мы внимательно будем наблюдать за всеми этими процессами. Коррупция и бой. Так ведь? Леонид Аборин, Сергей Ведмить, подробности телеканал Интер. Еще одно подтверждение того, что обстрел жилых кварталов Донецке 3 февраля дело рук боевиков. Напомню, тогда погибли 8 мирных жителей. СБУ перехватило телефонный разговор представителей так называемого Министерства государственной безопасности ДНР. На аудиозаписи слышно, как один из террористов с позывным «Птица» на автомобиле курсирует по Куйбышевскому району Донецка и информирует боевика с позывным «Пенза» о точном месторасположении минометных расчетов ДНР. Вот, до двора это авто. Тут ополчение. А, тут ополчение, Владимир Владимирович. Да. А? Ну, то не по телефону. Нет, то не те, то наши. Так это наши работают, да? Да, 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 да. Мы нашли, а не тут, во дворе. Так это наш миномет, да? Да. Ну вот, сейчас еще один ультром. Под Мариуполем украинские подразделения прорвали оборону противника и перешли в наступление в направлении Новоазовска. Все подробности узнаем у Эльвины Сеидбулаевой. Эля, здравствуй. Так какой же результат вот этого наступления сил АТО? Да, Алексей, теперь Павлополь, Широкина и Коминтернова под контролем украинских военных. И сегодня с утра бойцы Насгвардии в авангарде с полком АЗОВ начали наступление. В Павлополе нашим бойцам удалось установить государственный флаг. В самом городе не было каких-то сражений, там происходила зачистка. Уже начались бои, уже в момент, когда же там укреплялись, начались там артиллерийские дуэли, применялись минометы, грады. птуры, снайперы. Хочу отметить, что за последние несколько месяцев это первая наступательная операция, но побывать на месте боев украинские военные журналистам пока не разряжают, там опасно. Но мы побывали в госпитале, куда привезли раненых. И вот, что нам рассказал один из бойцов. Задача у нас была укрепиться и держать оборону. Поначалу казалось, что миномет, а потом как-то оно не похоже было на миномет. И все. А что вы? Чем смене? Скорее всего, град. К сожалению, не обошлось и без потер. По нашей информации один боец погиб. Еще как минимум 10 раненых. Их оперировали в Мариуполе и шестерых привезли в Днепропетровск. Осколочные ранения. Конечности? Конечности, грудная клетка, живот, руки, ноги, позвоночник, голова. То есть очень тяжелая. Это война, конечно, как же вы думали. Понятно, что тяжелая. Как рассказали побратимы, погибшего у него позывной немец, он гражданин Российской Федерации, летом добровольно пришел в батальон Святая Мария и отдал жизнь за независимую Украину. Пошли в разведку, их накрыла артиллерия, начали отступать, накрыли две эски, его отбили, отбили его от группы основной. Он защищался, все патроны расстрелял, раненые уже. Он воевал как герой, сражался за украинскую землю. И вот как отметили военном командовании, в результате операции противника удалось отбросить на 20 километров от Мариуполя и защитить город от артиллерийских обстрелов, но есть опасения, что противник может применить авиацию. По данным СНБО, сегодня уже зафиксированы два случая нарушения воздушного пространства Украины в районе Мариуполя российскими военными самолетами. На этом у меня все, Алексей. Эля, спасибо за работу. Последние новости с Мариупольского плацдарма от Эльвины Сеидбулаевой. Обстрелы на оккупированных территориях, новые жертвы и массовые разрушения. Изо дня в день мы звоним в Донецк и Луганск. Сегодня удалось дозвониться также в поселок Еленовка. В целях безопасности некоторые из жителей просят изменить их голос. Давайте послушаем, о чем рассказывают. Люди сидят по 7-8 дней в подвалах не вылазят. Много домов разбомбили, железную дорогу разбомбили, попали в Еленовский комбинат хлебопродуктов. Автобусы не ходят, постоянно стреляют. Много выехало. Путинский там, сейчас у нас в поселке находятся одни военные и техника. Сегодня женщина приехала, пола в обморок, когда услышала обстрел. У нас столько много разрушенных домов, столько горя и беды, но все-таки надежда остается на завтрашние переговоры, если они состоятся между четырьмя лидерами стран. Дончане все очень надеются и очень и ждут. Донецк живет без поступления продуктов и средств гигиены, товаров. Войну уже невозможно переносить. В городе сейчас напряженная ситуация, потому что все жители города понимают, что украинские войска взяты с котел под Байксом. Неизвестно, чем закончат Минские переговоры, будут ли они вообще. Существование хуже, чем 90-е года. Во-первых, скажем, по материальному вопросу, во-вторых, как бы выехать никуда не можешь, война идет. Я вообще не знаю, знаете, как, кажется, проснешься, а тебе все это снится. Ну, к сожалению, как бы не снится. Ну и эти договоренности, на которые, так надеются, люди, пока достаточно хрупкие. В Минске недавно началась встреча контактной группы по Украине. Леонид Кучма от Украины, Россию представляет Михаил Зурабов, посол РФ в Украине, а также прибыла представитель насилие. Есть ли среди переговорщиков Владислав Сурков, пока достоверно неизвестно. Ранее посол России в Беларуси заявил, что помощник Путина может принять участие в работе этой контактной группы. И все же состоится ли встреча лидеров нормандской четверки в Минске? Как видим, подготовка вроде бы идет, но ведь окончательного подтверждения до сих пор нет. О прогнозах и надеждах европейских и американских политиков подробнее Татьяна Лагунова. Завтрашнюю встречу в Минске европейские политики комментируют осторожно, видимо, потому что опасаются, она может сорваться. Сейчас уже вечер вторника, но окончательного подтверждения либо точного времени встречи пока нет. Президент Франции несколько часов назад подтвердил журналистам, он едет в Минск, а вот в расписании Ангелы Меркель поездка пока не значится. С одной стороны, этот визит могут вписать буквально в последнюю минуту, как это было с поездками в Киеве и в Москву. Но с другой, если бы решение лететь в Минск было принято, то и канцелярия канцлера не тянула бы. Да и главный дипломат Германии Франк Вальтерштайн Майер намекнул все под вопросом. Мы надеемся, что открытые вопросы будут согласованы с тем, чтобы встреча в Минске была успешной и стала шагом на пути к деэскалации. Но хочу еще раз сказать, это пока не точно, мы продолжаем работать. План подготовки к саммиту в Минске Порошенко, Меркель, Аланты, Путин согласовали по телефону в воскресенье. В нем два пункта. Первая, это встреча дипломатов стран Нормандской четверки. Она состоялась накануне в Берлине и продолжалась семь часов. И вторая, это заседание контактной группы в Минске. Его результаты пока неизвестны. Впрочем, неясность не мешает журналистам спрашивать у европейских лидеров, чего они ждут от переговоров в Минске. Президент Франции сегодня заявил, он надеется, что лидерам удастся согласовать мирный план. А вот канцлер Германии более осторожно. В ближайшие дни мы увидим, удастся ли достичь прогресса. Ясности нет. У нас разное мнение. Мою позицию касательно летального оружия вы знаете. Если не получится договориться, то мы должны будем вместе подумать, что делать дальше. Поворотной уже называют Минскую встречу европейская и американская пресса. Мол, есть всего два варианта. Либо лидеры согласуют некий мирный план, либо нет. Если нет, Европа скорее всего ужесточит санкции против России, а США примут решение о поставках Украине оружия. К примеру, американцев могут последовать и британцы. Министр иностранных дел Великобритании не исключил. Его страна может пересмотреть решение о предоставлении Украине оружия. И добавил, Лондон не допустит поражения украинской армии. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Но все же, ждать ли прорыва от завтрашней встречи в Минске? Мы спросили у западных журналистов. Вот что они говорят. Обама не определился. Он не сказал. Он сказал, что если не будет мирного соглашения завтра, тогда надо решить этот вопрос. Он взвешивает это. Просто понимает, что просто поставка оружия не поможет. Потому что дело гораздо сложнее. Надо обучать киевскую армию. Это очень сложно. Это дело многих-многих лет. Он знает по горькому опыту, как это все может раскладываться. Например, с иракской армией. Белый дом тоже пытался поставить иракскую армию оружие, обучать их. И не получилось. Поэтому идеальный вариант для всех это мирное соглашение, чтобы вопрос поставки оружия сам по себе отпал. Но я боюсь, что это маловариантно завтра. Каждый день есть новое русское оружие, которое в Украине. И они ничего не уважают у вас в стране. Но я думаю, что Попин, Вундесканцер Меркел и председатель французского правительства Оландо, они только могут ожидать и поддерживать международные прав, которые Россия должна соблюдать. Это самое важное. И конечно, что вам нужно завтра или послезавтра это только прекращение огня. И вот буквально только что Петр Порошенко провел телефонный разговор с Бараком Обамой. Президенты Украины и Соединенных Штатов говорили о ситуации на Донбассе, мирном урегулировании на основе Минских соглашений и о завтрашней встрече в Минске. Обама заверил, США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину. В частности, это касается и получения финансовой помощи от международных партнеров. И Европейский Совет будет обсуждать украинский вопрос вместе с Петром Порошенко. Дональд Туск пригласил украинского президента принять участие в заседании во время также телефонного разговора. Петр Порошенко также сообщил главе Европейского Совета об обстреле Краматорска, в результате которого погибли украинские граждане. Позолоти руку и спи спокойно. Вот таким девизом пользовался один из закарпатских военкомов. Сколько просил за откос от мобилизации и сколько успел заработать на этом? Марина Коваль подробнее. О том, что в одном из военкоматов сами предлагают откосить от мобилизации и требуют взятки в СБУ сообщила жительница Закарпатия. Ее брату пришла повестка за то, чтобы не отправлять парня на фронт военком захватил 500 долларов. Условились, что деньги принесет сестра мобилизованного в кафе. И вот он, момент передачи помеченных долларов. Военкома задержали на горячем. Он затриман и перебывает в изоляторе темчасового тримания. Завтра суд должен обраться за побежный зафет. Задержанный месяц В областном комиссариате не исключают ни того, что военкома могли подставить, ни того, что он действительно зарабатывал на мобилизованных. Одни помирают, а другие на этом имеют какие-то взятки. Очень малый опыт. И не все, на жаль, еще те люди, которые призначены на посаду, понимают важность своей посады. В области тем временем продолжается мобилизация. Сегодня еще почти полсотни парней отправили на учение. Дальше на войну. Эти солдаты уверяют им, откосить в военкоматах не предлагали. После задержания одного подопечного областной военный комиссар провел совещание с остальными и предупредил за взятки военным грозит срок от 5 до 10 лет тюрьмы. Марина Коваль Юрий Ковалев подробности телеканал Интер Закарпатская область. Любовь Януковича и ее любовь к роскоши. У гражданской жены беглого экс-президента нашлась еще одна квартирка в Киеве. Сколько она стоит и арестована ли? Подробнее Ярослав Кречко. Этот дом номер 15 корпус 5 на столичной оболонской набережной знаменит уже давно. Именно здесь был прописан беглый экс-президент. Теперь известно еще об одной квартире по этому же адресу. Согласно документам жилье здесь есть и у гражданской жены Януковича Любови Полежай. Квартиру купили в 2012 а год назад совладельцы записали еще и дочь любовницы экс-президента. Соседи говорят квартира пустовала тогда и пустует сейчас. Квартира Полежай почти 150 квадратов. Ее цена более полумиллиона долларов. Рядом на этой же набережной Любовь Януковича владела спа-салоном. А самому беглому экс-президенту до сих пор может принадлежать не один объект. Котедж Януковича там на набережной и майно старой поливочной станции с которой хотели делать спортивный комплекс на нем ареста не было. И в жовтне минулого по договору купли-продажу это майно перевели на других людей. Я поставлю говорить, что это мисловское окружение Януковича. Нет ареста и на квартире Полежай. Хотя откуда деньги на это жилье очевидно. Недвижимостью на Болонской набережной и другими объектами Януковича занималась одна и та же фирма Танталит. А до побега из Украины для Полежай строили еще и частный дом недалеко от Межигорья. Но этот участок арестован. Ярослав Кречко, Сергей Келемник, Сергей Ведмить. Подробности телеканал Интер. Снова о швейцарском филиале Британского банка. Скандал, в котором замешаны тысячи известных людей Европы, в том числе и украинцев, обрастает новыми подробностями. Почему журналисты французского издания Le Monde отказались от эксклюзивного расследования? И зачем франко-итальянский айтишник продал клиентскую базу своего работодателя? Подробнее обо всем София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Я был Точнее, до этого февральского воскресенья, когда имя комика Гада Эль-Малеха появилось во французской прессе, тут же вспомнили одно швейцарское интервью. Некоторые французские актеры даже приезжают сюда жить, в Швейцарию, чтобы платить меньше налогов. Вы тоже так делаете? Нет, нет. Оказалось, все-таки да, имя Эль-Малеха фигурировало в списке клиентов HSBC, хотя на счету не бог весть какая сумма, всего-то 80 тысяч евро, но и за нее придется отвечать, как и остальным 3 тысячам французских налогонепротельщиков. Большинство из этих данных нам уже было известно, по ним ведется следствие, частично даже есть результаты, конечно, в отношении банка начато расследование. Расследование началось благодаря айтишнику, укравшему данные швейцарского банка, которые он, по идее, должен был охранять. Такие страны, как Люксембург, Швейцария, живут за счет других государств, они как сомалийские пираты. Мотивы, по которым Фальчиани вынес денежный ссор из швейцарской избы до сих пор неясны, но сотрудники банка намекали. РВ, бывший крупье казино, профессиональный игрок в покер, величайший манипулятор ими Фоман. Он обиделся за то, что HRSBC отверг предлагаемую им систему защиты данных. Так, десятки тысяч имен, счетов и цифр попали вначале в распоряжение немецкого правительства, всеми поняли, что с ними делать. Когда мы начали расследование, то получили неожиданно от человека, имя которого не назовем флешку с информацией, касающейся банка. Там было 120 тысяч имен, и мы очень быстро поняли, что не сможем обработать их. Если еще с французскими клиентами, которых насчитывается три тысячи, мы разберемся, то остальные для нас загадка. Полторы сотни журналистов искали в клиентской базе данных своих соотечественников и нашли писатели, бизнесмены и артисты от Газа Эль-Малеха до Джона Малковича. Практически во всех странах Европы уже начато следствие по делу HSBC, но не в Украине, хотя наши герои в этой истории тоже есть. Например, откуда у министра обороны Принюковича Дмитрия Соломатина на счету в швейцарском банке 11 миллионов евро? Вопрос, ответ на который может дать прокуратура, если, конечно, захочет. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. И далее узнаете о новом занавесе между Украиной и Крымом, о том, как отличилась милиция, в Черкассах у нее кулаки зачесались, а под Киевом руки нагреть хотели, и можно ли напугать Доминика Струскана женской грудью. Обо всем поговорим во второй части подробности. Оставайтесь с нами. Вновь аресты и допросы крымских активистов и глобальный обрыв связи с материковой Украиной. Что происходит в оккупированном Крыму? Юлия Кричкова из Симферополя. Сегодня в крымском отделении ФСБ допрашивали главу Центральной избирательной комиссии Курултая Заира Смедляева. Вызвали для отдачи пояснений по событиям 3 мая. Тогда крымские татары в Армянске требовали пропустить Мустафу Джимилева на полуостров. В общем, за участие в том митинге уже арестовали пятерых активистов. Смедляева же отпустили после нескольких часов допроса. То, что скажем так я являюсь самостоятельно в органы дознания не дает оснований для задержания. То есть я готов посещать сколько нужно будет эти следственные органы давать показания в рамках законодательства уезжать убегать никуда не собираюсь. А на выходных российские силовики арестовали двух крымских активистов. По решению суда они проведут под стражей два месяца. Искандеру Кантемирову инкриминируют участие в массовых беспорядках под крымским парламентом год назад. Александру Костенко избиение беркутовца на Майдане в Киеве. А накануне стало известно о том, что задержан еще и военнослужащий Черноморского флота России Сергей Минаков. Он взят под стражу Лефортовским судом в Москве по обвинению шпионажа. Дело имеет гриф «Секретно». Его должность на флоте как и то в пользу какой страны он шпионил и что такого секретного выдал понятно не сообщается. Известно только, что Минаков был членом экипажа танкера Хойда. И еще одна новость которая коснулась уже всех крымчан в час ночи полуостров отключили от системы украинской связи Укртелеком. Не работали стационарные телефоны, мобильные и интернет. На протяжении нескольких часов жители не могли даже вызвать скорую и пожарных. Лишь к 8 часам утра восстановили стационарную связь, а вот дозвониться на материк невозможно до сих пор. Вот она получается карточка идет неактивная и все. Вот я пыталась подключиться, но как бы сеть не найдена и все. Нет связи с родственниками с Украиной. Власти Крыма обвинили во всем Укртелеком. Мол в одностороннем режиме отключили полуостров от связи, но администрация оператора заявляет, их офис Симферополи захвачен. Повреждены оптоволоконные линии. Юлия Крючкова, Виталий Зитковский, подробности телеканал Интер, Крым. Шпионский скандал в Нью-Йорке набирает обороты. В чем обвиняют россиянина, сотрудника внешэкономбанка и какие скандалы сотрясают американскую секретную службу? Ответы у нашего американского Сапкора Дмитрия Еловского. Его задержали всего несколько недель назад. Евгений Буряков, россиянин, влиятельная фигура в американском представительстве Российского банка. По данным следствия, он занимался не только финансами, но и сбором секретных данных для правительства России, а также незаконной деятельности на территории США. Вместе с ним данные о готовящихся санкциях против Москвы добывали и два других россиянина. Это сотрудник российского торгпредства Игорь Спорышев, а также работавший в фаспредстве России при ООН Виктор Подобный. Но они воспользовались своим дипломатическим иммунитетом и покинули Америку. А вот Бурякову выдвинули официальное обвинение. Звучат они так. Сговор для получения секретной информации и нелегальная работа на территории США. Если обвинению все-таки удастся доказать оба эпизода, то банкир останется в американской тюрьме лет на 15 точно. У Бурякова появились новые адвокаты, сотрудники частно-американской юридической компании, которые теперь будут представлять его интересы в суде Южного округа Нью-Йорка. Сам обвиняемый все отрицает. Но, впрочем, как и российский МИД, который назвал обвинения американских правоохранителей беспочвенными и голословными. Но за россиянами следили на протяжении аж нескольких лет, фиксировали их передачу друг другу разных данных, телефонные звонки, а также многочисленные жалобы на то, что работа на службу внешней разведки России никак не похожа на фильма Джеймса Бонди. Так что пока у защиты Бурякова шансов не очень много. Впрочем, скандал со спецслужбами случился внутри самой американской системы. Своего поста лишился замглавы секретной службы Америки Эльвин Смит. Формально он сам подал в отставку, но сделал это под давлением Конгресса, где его выступления с отчетом о проделанной работе ждали вся дня на день. Это ведомство следит за финансовыми махинациями, а также охраняет первых лиц Америки. За минувший год с последним как-то не очень получалось. Разного рода неуравновешенные личности то и дело перемахивали через ограду Белого дома и бежали своими своими намерениями к резиденции Барака Обамы. Их удавалось установить в самый последний момент. Такое разглядейство уже стоило работы главе секретной службы Джулии Пирсона. Теперь вот и человек из ее команды тоже уходит. Но за последние месяцы семья Обамы должна ощущать себя в относительной безопасности. Ведь новых смельчаков, которые бегут к ним через лужайку Белого дома пока нет. Дмитрий Ловский, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Директором антикоррупционного бюро хотят стать как минимум 145 человек. Именно столько пакетов документов уже подано на рассмотрение конкурсной комиссии. Принимать их будут еще и завтра до полуночи, а в четверг начнут публичную обработку всех документов и регистрацию участников. Отбирать троих лучших кандидатов для дальнейшего избрания президента комиссия будет в несколько этапов. Все данные должны быть опубликованы на сайте президента. Мы должны сказать по документам, кого мы выбираем для співбеседы. Потом співбесед не в один этап. И уже из них мы выбираем кого мы пошли на переверку. А это переверка и по податковой, и СБУ. Я закликаю своих коллег, чтобы мы в лютому все вышли уже с директором. Не в комиссию, а уже в Верховной Раде, если закон будет вымагать за тежу в Верховной Раде. Ну, а работы у нового бюро, похоже, будет предостаточно. Вот последний пример. Под Киевом отличились сразу пятеро сотрудников милиции. Сколько взяли денег и за что? Расскажет Максим Кошелев. Это произошло в Ирпине. Несколько сотрудников местного райотдела милиции, сговорившись, сделали одному местному жителю предложение, от которого, как они считали, он не сможет отказаться, ведь от них зависела его дальнейшая судьба. Хотели, конечно, денег, но немного просчитались, и вместо удачной сделки оказались в руках следователей и оперативников прокуратуры области и службы безопасности Украины. Выкрыто пятые пять противников Ирпинского райотдела милиции, в том, что они за предыдущей разограды получили неправомирную выгоду у особи в размере 10 тысяч гривен за непритяжение и до криминальной ответственности. Пока милиционерам объявлено о подозрении. В ближайшее время им могут избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Еще и с работы уволят. В областном МВД это обещают. Там говорят, фактам коррупции не удивлены. Именно в Ирпине и Выжгороде было больше всего нарушений и там в январе даже сняли за это начальников райотделов. Но, как видим, подчиненные намека не поняли и соблазнились легкими деньгами. В МВД области уверяют, новый начальник райотдела, а пока это кресло пустует, будет честным и порядок наведет. Он, мол, даже уже проходит обучение и стажировку перед назначением на должность. Но так ли это будет на самом деле, увидим. Максим Кошлев, Вячеслав Фролов, подробности телеканал Интер. Далее еще об одном скандале с участием милиционеров, на этот раз в Черкасской области. Что там произошло, расскажет Станислав Кухарчук. Многочисленные ссадины, опухшее лицо. Так Михаил Васильев выглядел сразу после ссоры с местными милицейскими боссами пять дней назад. Под глазами все еще видны синяки. Называть произошедшее дракой, говорит Михаил, у него даже язык не поворачивается. По версии парня, замначальника Драбовского РОВД просто вывел его на улицу из бара, якобы поговорить. И там со своим руководителем избил. Сейчас парень в больнице. С каким диагнозом лежит, узнать не удалось. Врачи избегают общения с прессой. Ничего удивительного, говорит пострадавший. Замначальника милиции тут уже побывал и лично ему угрожал. Я только пришел сюда лягать и он уже через две годы был тут, замначальника, который мне озвучил, ты мол, типа, что ты делаешь? Я говорю, ну, пришел, подлечиться. И так, чтобы ты понимал, ты мне так перед фактом послал. Чтобы ты понимал, ты мне ничего не сделаешь. Начальник милиции и его заместитель рассказывают свою версию. В бар зашли после работы. Один из посетителей уже изрядно выпил, хамил. На улицу его повели, чтобы успокоить. Та никто его не бил. Кто же этого человека будет бить, значит, мы, как только соблюдаем закон и все остальное, подскочив и хотел ударить, подсказнулся, схватил меня за курточку, там капюшон надерывал и сам уповалился на землю. А начальник края отдела уверяет, что и вовсе в драке не участвовал. А вот Михаил пытался и сбить его зама, но разбушевавшегося посетителя успокоили словами. Я его отримал. Никто его при мне не наносил никаких ни телесных ускоржений, ничего. После того, как он успокоился, он сам успокоился, постояли, поговорили, он начал просить извинения у заступника. А вот работники бара рассказывают, каким в бар вернулся с так называемого разговора на улица Михаил. Михаил. Зашел Миша такой весенний. Сразу начали заплевать. А из милиции большие выпадки такие что-нибудь? Нет, они постоянно заходят на питание, они всегда обыкуют. Кто кого бил, теперь уже разбираются в областной прокуратуре. Михаил написал заявление. Уголовное производство против высокопоставленных милиционеров уже открыли по факту превышения служебных полномочий. От исполнения обязанностей их не отстраняли. Станислав Кухачук, Павел Тимошенко, подробности телеканала Интер, Черкасская область. Фемен снова оголились. Суд над собакой и российский гимн по-египетски. Об этом не только в нашем обзоре. Славься Отечество по-восточному. Военный оркестр Каира своеобразно исполнил гимн России для Владимира Путина. Кажется, музыканты не попадают в ноты. Минутное исполнение гимна Путин выдержал с каменным лицом, без особых эмоций. Подобное пережил Дмитрий Медведев в Сирии. Тогда музыканты откровенно фальшивили. Топлес привет Доминику Строскану. Во французском Лиле машину бывшего главы МВФ атаковали активистки движения Фемен. Он как раз направлялся в суд давать показания в скандальном деле о секс-вечеринке в отеле Карлтон. Строскана подозревают в сутенерстве. Феменки требуют справедливого процесса. Ошибка на 2 миллиона евро. В Каннах две семьи получили компенсацию за то, что их детей перепутали в роддоме 20 лет назад. Девочки появились на свет в 1994 году. Выявить ошибку помог ДНК-анализ уже годы спустя. Пострадавшие запрашивали 12 миллионов евро. В Париже похищен первый Оскар Чарли Чаплина. На статуэтке стоимостью миллион долларов лишился офис ассоциации Чаплин. Воры стащили также пишущие ручки актера. Свой первый Оскар Чаплин получил в 1929 году. Полиция ищет злодеев. Лучший богат Франции принудительно отправлен на отдых. Знаменитого пекаря из префектуры Сан-Полле-Дакс власти заставили устроить хотя бы один выходной в неделю. Стефан Казинав, который использует авторские приемы и всяческие ноу-хау работал все семь дней, нарушая местный закон. Казинав заявляет о колоссальных убытках 250 тысяч евро за день. Охота на человека в неволе такова реальность японских зоопарков. В Токио сотрудники зверинца учились ловить сбежавшего зверя. В роли снежного барса беглеца выступил их коллега. Он вылез из клетки и благополучно угодил в сети сотрудников. Один из них даже получил мнимые ранения. В хорватском городе Пула судили собаку. Животному по кличке Меда запретили лаять по ночам. Иначе его хозяин заплатит почти 3000 евро штрафа. На собаку пожаловалась соседка. Меда мешал ей спать. На защиту пса пользователи соцсетей выставляют видео своих лающих собак. Знакомьтесь, это Тиффани вторая, старейшая в мире кошка. В следующем месяце ей исполнится 27 лет. Это примерно равняется 125 годам человека. Возраст животного зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Тиффани вторая живет в Сан-Диего и до сих пор обладает боевым характером. Это все новости дня. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до завтра. Сан-Диего